Ну и урод же ты, еб твою мать! Ну если рассматривать сюжет, то здесь проблемы если и кроются, то в деталях. В целом он выглядит довольно-таки стройно. Проведение военной операции гетто в джунглях Мексики прорывается падением корабля с пришельцем. Снайпер подразделения, оказавшийся ближе всего к крушению, находит покинутый корабль и достает из него часть оружия хищника. Пришелец тем временем убивает весь его отряд. Однако главный герой успевает тяжело ранить хищника и свалить. Он посылает находки себе домой по почте в родную американскую глубинку, где его смышленый сын решает, что это очки виртуальной реальности и начинает активно изучать интерфейс. Сигнал пилингуется о родич пришельца и в срочном порядке летит к месту нахождения артефакта. Пока суд до дела, пришельца с места катастрофы увозят местные люди в черном. К изучению хищника привлекает женщину-ученые, туда же высылает вышезначенного снайпера для проведения очной ставки. Хищник приходит в себя и разносит к чертям собачьим лабораторию, убив почти всех, и тоже убегает в поисках потерянного артефакта. Ученая-дамочка следует за ним. Далее они все встречаются почти одновременно. Хищник, снайпер и ученая. Хищник, естественно, продолжает крестовый поход за своим барахлом, а вот люди, пораскинув мозгами, понимают, куда тот убежал и тоже выезжают на место. Далее к ним присоединяется тот самый хищник, что первый забелинговал сигнал смазки. Удивительно, но им оказывается двухэтажный хищник с задними ногами, как у волка. И, впрочем, хватит о сюжете. Единственная его проблема, пожалуй, в том, что он навязчиво нам рассказывает про самих хищников, что, кстати, остальные фильмы этой серии делали весьма и весьма вскользь. Сосредоточив фокус все-таки на экшоне и на истории людей. На самом деле, если рассказывать вот так совсем вкратце, то, конечно, может показаться, что а почему нет, то вроде нормальное кино. Но нет, друзья, если вы послушаете хотя бы один диалог, вы просто охренеете от этой тупизны. Там все настолько плохо, что даже диалоги из хищников 2010 года вам покажутся шекспировскими пьесами. Герои говорят настолько общими фразами и так часто прибегают к намекам, что складываются ощущения, будто они научились говорить минут 20 назад. Окей, ладно, это же все-таки боевик. Может быть, герои показывают себя через экшон? Да, они и показывают. И снова как дебилы. Бегут под пули, не могут сориентироваться, откуда пришли минуту назад. Прут в одиночку против вооруженного пришельца почти что с водным пистолетом. Ладно, ладно, это все-таки боевик. Что я придираюсь? Но, друзья, давайте все-таки остановимся на том, что это продолжение культовой кинофраншизы боевиков. За это время она пережила два сольника со Шварценеггером и Гловером, два кроссовера с чужими, постепенно скатываясь и скатываясь на дно. Фактически, последним гвоздем в крышку гроба стал невероятной тупизной фильм 2010 года «Хищники». И вроде как все, никто ничего не ждет. Я лично уже смирился, что лучшие времена «Хищников» прошли. Но нет. Студия 20 век Fox и режиссер Шейн Блэк, он же внезапно тот самый Хоукинс из оригинального «Хищника» 1987 года, вытащили труп «Хищника» и еще раз надругались над ним. Нет, я опять же не могу сказать, что этот фильм совсем никому не понравится. Если вы не в курсе, про что были предыдущие фильмы из киносерии «Хищник», если вы вообще не любите такие фильмы и хотя бы не относитесь к ним в симпатии и не смотрели их в детстве, как я, например, то вам, возможно, это некрофилие и зайдет. Хотя есть еще вариант. Я сам с недавнего времени начал смотреть на многие плохие фильмы с изрядной долей иронии и уже просто от просмотра фильма с зарядом ненависти я начинаю смеяться и угорать. Тогда, в общем-то, фильм может и зайдет, как, знаете, такая пародия на франшизу «Хищника». А в остальном же это совершенно ненужная трата денег и времени. На самом деле, я бы рассказал вам гораздо больше, потому что у этого фильма такая куча косяков и так много минусов, что на самом деле есть о чем поговорить. Но, пожалуй, я это сделаю, когда этот ролик наберет 300 лайков и после выхода на видео. А пока спасибо, что посмотрели до конца. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Включайте уведомления, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И не забывайте про мою группу ВКонтакте. Всем приятного просмотра, но не этого фильма. И пока! Да, если кому интересно, я смотрел этот фильм в 3D, но фокус на спецэффекты я не ставил. Так в целом все органично, если вас интересует этот вопрос. Но сейчас редкие блокбассеры с бюджетом хромают на графику, так что с этим все в порядке.